здравствуйте ребята хотел бы быстренько сделать вообще коротенькое видео значит о том как мы ездили собирать яблоки естественно с детьми это же в основном то для детей развлечения так сказать но вы знаете на самом деле даже мне понравилось яблоки собирать я наверное я не помню когда я последний раз сделал скорее всего не в америке а у кого-то на даче там под ташкентом или что такое черешню мы точно собирали с деревьев приезжаешь в общем на ферму тебе дают ведро или что-то такое да по-моему там было ведро и ты хочешь собираешь полное ведро яблок потом идешь тебе это насколько я помню кажется взвешивают что ли да взвешивают и там сколько-то надо заплатить я не помню по деньгам вот почему-то многие обязательно многим надо сказать вот сколько стоило я не помню сколько стоило потому что но немного она стоила короче вообще незаметно для бюджета поэтому мы не будем заостряться вот на этом сколько стоило сколько по деньгам нормально она конечно стоило дороже чем просто пойти в супермаркете купить такие же яблоки которые с той же возможно фермы даже но самый прикол в том, что именно ходить и собирать, срывать их с деревьев, спелые яблоки, именно самому. И в этом-то, ну, весь прикол, так сказать. И было интересно, было весело. Ну, это было еще в начале октября, и поэтому там еще и было поле с тыквами, там тоже можно было тыквы собирать, тоже навес эти тыквы потом нужно было выносить. Ну, что-то мы потратили, я не знаю. Короче, если уж так надо, кому по деньгам мы потратили, может быть, долларов 25, и мы взяли там здоровое ведро яблок и одну маленькую тыквочку, так просто для украшения. Я, честно говоря, не знаю, что с тыквами делать, я их особо не люблю-то есть. Ну, типа украшения, как на крыльцо дома поставили в качестве украшения на 31 октября, на этот, как его там, Хэллоуин или как там, русский народный праздник Пахмелуин. В общем, весело было, господа. Так что, кто это не пробовал, тому советую, даже если у вас еще нет детей, сходите, пособирайте яблоки. Это прикольно, весело и вообще здорово. И что-то такое другое, в отличие от повседневной жизни.